Ежегодная церемония вручения госнаград и знаков отличия Свердловской области представителям самых разных профессий и специальностей с участием губернатора Евгения Куйбышева проходит в Доме Севастьянова, роскошная обстановка которого подчеркивает торжественность момента. Губернатор говорит о роли каждого из присутствующих в развитии позитивного образа региона, как опорного края державы, но особенно подчеркивает роль металлургического комплекса. Металлургическая область является самой крупной экономикой. От результатов ее работы зависит тенденция развития Свердловского области. Дополнение души – успешная реализация наших вещей в социальных программах и, конечно же, розыгрышащихся в жизни нашей жизни. Сегодня на доминичном комплексе в Среднем Урале действия весьма жесткие и непростые условия. Обусловлены перебанами на рынок конкурса, стабильностью на рынок конкурса для, конечно же, непростой и здоровой ситуации. И теперь успешно продолжаются, как можно сказать, создается новое производство, новое высокое производительное обучение. В Год культуры немало наград вручается представителям театров, школ искусств и музыкальных школ. Евгений Куевышев подчеркивает, что сегодня мы говорим о культуре в целом, культуре межнациональных взаимоотношений, концессии, о корпоративной культуре и культуре производства. Недавно на Северском турно-заводе он увидел образец этой новой культуры производства, поэтому, пожимая руку каждого из трубников, сказал непременно об этом. Вячеслав Прокопьев, честь стаж на Северском турно-заводе больше 30 лет, слова губернатор считает важнейшими для всего коллектива. Культура производства вышла на высокий уровень, я считаю, и руководство завода, начальник цеха уделяет очень большое внимание культуре. Впуск нового стана для Валерия Михайлова, представителя ТПЦ номер один, задача ближайшего будущего, вокруг которого построена вся жизнь коллектива. Очень приятно получить такую награду из рук губернатора области. Ну и спасибо руководству Северского трубного завода и трубно-металлогических компаний за то, что они оценили мой вклад. Задача номер один – закончить реконструкцию, запустить трубопрокатный стан новый, ну и повысить, конечно, производство. Виктор Милюткин, который сегодня получил звание заслуженного металлурга, напоминает о том, что в условиях современного производства возрастает требование к профессии металлурга, поэтому готовить к ней нужно со школьной скамьи. Воспитание должно начинаться со школы, это вот мое мнение. Дальше у нас есть профессиональное ГПТУ, которое сейчас превратилось, как я понимаю, в техникум. И теперь на заводе открывается центр образования на территории завода. Вы знаете, вот эта вот цепочка, которая как бы династия, отец, сын, брат. И вот гордость за свой завод, когда ты видишь не серые, грязные, старые здания, когда видишь современные здания, вот сегодня губернатор нам всем напоминал, что мы, какой завод хороший мы и красивый построили. Евгений Куйвышев долго жмет руку Столивару Виктору Апаненову и говорит о том, что эта профессия для Урала одна из главных. Сегодня в семье Апаненовых будет праздник. Меня ждут дома. Вот супруге цветы преподнесу. 47 лет такой в трудовой стаж Андрея Дегера на Северском труднозаводе. Его трудовая биография совместилась в нескольких технологических эпох. Он поражен переменами на Северском труднозаводе и рад, что был их участником. Перемены вообще глобальные. Я пускал еще самое вот Пильгерстан, вот эти, да, пришел еще, когда цех не был пущен, в 75-м году работал в пусковой группе. И потом в 76-м, когда запускали стан, я был свидетелем вот этого всего. И теперь, когда вот этот новый стан уже начал пускаться, тоже я присутствовал при всем этом, вообще перемены колоссальные. Фотография на память вместе с губернатором – завершающий стрих этого важного дня. Эльмира Самохина, Александр Полищук для программы «Новости нашего города» из Екатеринбурга.